Премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде, получившего название «Не время умирать», стала тем самым светским праздником, который все так долго ждали. Все прошло в лучших традициях большого кинематографа. Красная дорожка у входа в Альберт Холл, оркестр, исполняющий саундтрек к фильму, позирующий фотографом Дэниел Крейг в малиновом смокинге, и герцогиня Кейт Миддлтон в платье с золотыми пайетками, которую пресса, пусть и в шутку, но уже успела окрестить следующей кандидатурой на роль девушки Бонда. Настроение звездным гостям не сумело испортить даже дождливая лондонская погода. Как отметил исполнитель роли Бонда Дэниел Крейг, команда фильма до последнего не была уверена, что премьера все-таки состоится. Еще год назад мы только могли мечтать об этом. Не верилось, что это когда-то произойдет. Так что я счастлив быть здесь сегодня и отметить выход фильма с нашей командой. Я не видел их почти два года. Впрочем, для Крейга, который дебютировал в Бондиане 15 лет назад, этот вечер стал особенным еще и потому, что возвращаться к роли английского шпиона он больше не намерен. Запечатлеть Крейга в его последние роли Бонда доверили Кэрри Фукунаги. Он стал первым американским режиссером, снявшим фильм об агенте 007. Это совершенно точно очень эмоциональный вечер. Крейг – мой любимый Бонд, а Казино Рояль – любимый фильм из всей Бондианы. Так что возможность снять последнего Бонда с его участием – для меня большая честь и привилегия. Кто станет новым Бондом, пока неизвестно. Но совет своему будущему преемнику Крейг уже дал. На премьере также появились оскароносные Рами Малик, сыгравший главного злодея, Анна де Армас и Лея Сейду, исполнившие роли возлюбленных Бонда, а также певица Билли Айлиш, записавшая саундтрек к фильму. Я так рада, что сейчас возобновились концерты, и я могу исполнять песню, написанную для Бонда, живьем. Мне это сразу напоминает, как мы работали над ее созданием. Не меньше внимания было приковано и к семейству Виндзоров, для которых посещение премьерных показов о Джеймсе Бонде – одно из любимых развлечений. Традицию приходить на премьеры Бондианы и знакомиться с актерами фильмов начала королева Елизавета II еще в 1962 году. С тех пор члены королевской семьи считаются одним из главных и самых ожидаемых гостей на этих показах. В американский кинопрокат «Не время умирать» выходит через неделю, а в других странах мира – уже завтра. Карина Бафраджан, Сергей Соколов. Настоящее время Америка.